здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестигин Олег и сегодня нас опять порадует Артем Алешкин со своими необычными наблюдениями по гугл карте но первоначально я хочу немного исправить то что не показал вам позапрошлом видеоролике Артем мне пишет здравствуй Олег вы не увидели логотип firefox потому что у вас скорее всего отключен слой 3d здания попробуйте на все слои поставить галочки как у меня должно быть так показать ну да я поставил галочку на 3d здание у меня появился такой вот значок но я думаю компания firefox решила создать небольшую рекламку себе ну вот такой вот установила значок на гугл планете земля ну а сегодня я предлагаю посмотреть всего две меточки это озеро хана и полосы почему всего две потому что во-первых по времени займет долго все метки рассматривать а во-вторых эти две метки принадлежат как бы китаю то есть территориально мы будем рассматривать сегодня китай покажу вам очень много чего интересного помимо озера и полос ну а на этом давайте откроем гугл карту и приступим просмотру так и первая меточка как я и говорил озеро хана на самом деле это не озеро хана а это озеро ханка это у нас находится она рядом с владивостоком в приморском крае и знаете рассматривая это озеро я первоначально ну ничего удивительного вроде бы не увидал озеро как озеро берега заболоченные небольшой такой заливчик китайской стороны уже хотел закрыть эту меточку как бы ну и в глаза сразу бросилась знаете различие в цвете то есть с российской стороны смотришь более такое зеленое лес как видите но а с левой стороны со стороны китая как обычно сразу же пошли поля огороды все занято между полями такие небольшие деревушки так вот я вам еще раз хотел напомнить всем нашим жителям россии что будет если китайцы займут нашу территорию будет тоже самое то что я вам сейчас покажу вся территория будет вот в таких вот полях ни единого живого места вы не найдете давайте вам покажу разницу буквально через границу через реку у нас здесь еще сохранились то есть девственные леса поля реки озера где еще можно погулять отдохнуть то есть вырастить диких животных красной книги которой китае этого уже нету здесь все практически все в полях давайте приподнимусь повыше чтобы вы понимали о чем речь вот желтая полоса это граница посмотрите как все это отличается вот китайская сторона вся в полях а поля вы сами должны понимать они обрабатываются селитрами удобрениями китайскими разнообразными и китайцам сейчас не хватает земель для пропитания своего народа поэтому они стремятся разнообразными путями в россии вы думаете почему китайцы лес рубят и не вывозит гниют сгнаивают его потому что им нужны поля и скоро вот эти поля они появятся у нас через речку через границу поверьте так оно и будет поэтому это небольшое такое предупреждение нашему народу будьте аккуратны иначе все будет в полях китайских ни одного живого места не увидеть все превратится вот в такую травнину где будет местами небольшие деревушечки остальное все будет распахано то есть вы нигде уже не сможете отдохнуть съездить на природу половить рыбу и тому подобное так ну а мы давайте дальше здесь уже и так все ясно все очень странно опасно с китайцами связываться вроде бы улыбаются войны нету но в то же время какая-то опасность существует так и следующие меточки полосы эти полосы я вам уже показывал не неоднократно но хочу еще раз показать давайте покажу о чем речь идет разверну немножко картинку вот посмотрите что это может быть каждая полоса шириной 20 метров находится на такой вот не очень ровной равнинке как видите здесь и холмы и горы небольшие есть так вот вот китайцы создали вот такие вот полосы форме необычного узора хода лабиринта не знаю что это такое знаете теряясь догадках но я полистал здесь исторические фотографии и принципе увидел как это все создавалось давайте я вам покажу вернемся до 2005 года вот как видим как начиналась эта художественная работа как видите еще полосочки такие вот более яркие более белые где-то недоделанные как видите начинает делать их не знаю может быть этой известью обсыпает а может быть просто верхний слой убирает я не знаю ну реально здесь работа знаете кипит да в среднем 22 и 8 метра он такая полосочка рядом мы можем увидеть и бригаду который рисует вот они их грузовики жилище и вот именно они создают вот этот узор как видите часть они создали уже можно полистать вперед теперь вот он этот рисуночек более четкого видно то есть свеженький он знаете я долго голову ломал что это может быть для чего на мишень не похоже что-то по типу дорог знаете тоже ничего тут не вижу связанного здесь как видите стояночка еще осталось полосы эти ровно выглядят идеально можно сказать давайте еще полистаем вперед в будущее вот здесь начали эти полосы уже размываться потихонечку водой исчезать давайте еще полистаем как видим 2013 году их уже ну так серьезная эрозия потрепала водная давайте еще перелистаем так 2014 год и 2016 последний год вот то что осталось в 2016 году сейчас уже двадцатый год скорее всего практически все уже исчезла вот такой вот интересный объект да хорошо то что артем напомнил как бы ушло опять в небытие иногда хороший видеоролик с интересными моментами знаете и так мало просмотров получает показов вернее youtube дает то что ну тысяча две тысячи человек всего посмотрит а подписчиков сами знаете почему показов youtube дает не дает я не знаю может быть запреты какие-то может быть еще что-то ну а давайте я вам еще покажу кое-что интересное то что я здесь меточками отметил так метка куча вопросов давайте я вам кое-что интересное покажу рядом метка у меня с названием великая стена династии хань посмотрите теперь внимательно вы видите где-нибудь здесь стену я к примеру здесь вижу только вот каменная станция стены я здесь не вижу никакой немножко далее вижу стену да вот кусочек он больше похож знаете на мини дамбочку который перегораживает русло реки ну а здесь написано великая стена династии хань это я уже перевел кое-какие фотографии здесь давайте посмотрим как выглядит на самом деле эти останцы вот кусочек один который мы видели сейчас только сверху и знаете если более детально смотреть на этот кусочек ты мы увидим слоистость то есть слой каких-то веток палок я не знаю что за растение далее идет насыпь из гравия и глины а дальше опять идет слой веточек ну и такой пирог я не знаю на какую высоту продолжается может быть 5 может быть 10 метров и вот они вот эти вот я станции даже по google снимкам видно эту слоистость примеру если вот здесь по максимальному приблизить мы увидим эту слоистость что это за стена такая интересная вот здесь также эту слоистость отчетливо видно давайте еще несколько фотографий посмотрим как видите не только такие вот стены слоистые проходят но и здания какие-то из кирпича хотя может быть это и не здание может быть остаток от стены кирпичной не знаю по крайней мере информация только то что это великое стена династии хань все пока информация у меня нету конечно эту стену сто процентов причислили к великой китайской стене посчитались каждый метр этой стены и также приплюсовали и назвали велика китайская стена но самое странное это ее способ постройки да конечно если логически поразмыслить туда в принципе в перемешку глина с гравием и солома вот такая вот или веточки что там были это укрепляет стены да крепко становится в то же время где они в пустыне брали столько растений чтобы строить эту стену тем более мы на стену это не похоже такие знаете кусочки разбросаны остались по этой территории кусочки знаете такие немаленькие вот такая вот интересная китайская стена давайте более детально ее рассмотрим вот самая фотография которые очень с близкого расстояния сфотографирована здесь мы можем уже грубо сказать покопаться в этой стене посмотреть более внимательно из чего она сделана любопытно что я могу сказать ну а насчет стены давайте закончим посмотрим еще одну меточку рядом под знаком вопрос вот здесь обнаружил странную расстановку техники как грузовой так и более мелкая не знаю что тут между грузовиками стоит но то что это грузовики это точно видно но и отчетливо это видно и у меня такое ощущение создается то что это мишень мишени для бомбометания то есть для самолетов здесь знаете если еще раз внимательно посмотреть то мы можем увидеть ну огромное количество воронок поэтому у меня мысль то что это мишени ничего большего и на этой пустоши развлекаются китайские военные ну как развлекается учиться такие мысли у меня ну а также нашел старую военную базу которые google специалисты закрасили просто вот такими вот белыми накладочками да я пробовал исторические фотографии здесь листать ничего я здесь не увидел как видите просто закрасили что-то что непонятно вот уголочки только остались можно посмотреть что там под этой закраской это кучки непонятные здесь или захоронения какие-то ядерные идут потому что ну копают здесь конкретно или что-то еще для чего это все закрыли для чего закрасили такими белыми полосочками вот только краешки можно разглядеть ну и пофантазировать что там могут скрывать очень любопытно дорогие друзья что там скрывает для чего скрывает плюс рядом видите взлетная полоса аэродром что-то суда свозят конкретно очень много да плюс странные пятна еще в конце взлетной полосы может быть тоже это взлетная полоса как мишень как вы думаете здесь также можно увидеть и огромное количество вороночек и скорее всего это да это что-то военные здесь мутит вы также посмотрите все русло вот в этих как бы вам сказать кучках не знаю что тут отсыпает или высыпают непонятно также старая взлетная полоса посмотрите уже вся рекой перемыта не знаю может быть это не взлетная полоса может быть это и вправду делает муляжи каких-нибудь аэропортов других стран других городов для для того чтобы тренироваться бомбить это всего лишь гигантский рисунок взлетной полосы я так думаю бункере разнообразные не знаю не бункере скорее всего это это ну куда танк загоняет капониры вот еще одна мишенька но уже квадратная такие тут военные действия идут учение так ну и рядом еще меточка осталось у нас те же самые линии но только уже знаете в квадрате практически то же самое здесь и загадочка дорогие друзья ну для чего вот такие вот линии я вам первую показывал может быть это так такая вот схематической мишень как вы думаете давайте исторические фотографии этого квадратика посмотрим когда он здесь появился будем назад отматывать и смотреть может быть что интересно увидим видим 2013 год даже 2012 года мишенька пока это на месте 2012 год так даже 2007 год показывает нам эту странную схему 2005 год тоже самое нам показывает вот 2003 уже все некачественные фотографии все закрашено ничего не видать то есть первое мы видим это 2005 году ну а рядом как видим ровной площадке пока нету то есть ровную площадочку эту построили гораздо позже можно посмотреть даже в каком году 2006 году это ровная площадочка появилась вот такие наблюдения у меня дорогие друзья на сегодняшний день ну а на этом я этот видеоролик буду заканчивать надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч